Павел Астахов тщательно следит за работой детских учреждений по всей стране, регулярно посещает регионы и проверяет, соблюдаются ли права несовершеннолетних. В Иванове Павел Алексеевич в прошлый раз был полтора года назад. Сейчас маршрут тот же – интердом, детская больница, интернат Звездный. В интердоме имени Стасовой почетный гость попал на торжественный урок истории, посвященный 20-летию Конституции. В интердоме Астахова интересовала программа постинтернатного сопровождения. Отслеживает ли руководство учебного заведения судьбу выпускников, помогает ли им. Опыт интердома уникален в своем роде. У нас есть постинтернатный блок, это когда у ребенка нет жилья, но в какой-то период мы можем его здесь разместить. У нас есть система грантов, которую Бельгийская ассоциация «Семья» учредила, когда детям помогают, потому что мы знаем, это всегда большая проблема, материальная проблема. У нас банк данных мы ведем, где отслеживаем, что с ребенком произошло через год после того, как он закончил интернат, через 5 лет и через 10. На встречу с Павлом Астаховым пришли выпускники интердома, чтобы рассказать, как сложилась их судьба за пределами учебного заведения. Они готовы своим примером развеять слухи о том, что воспитанники домов-интернатов глубоко несчастны. Не поверить, как семья. Вы можете любого спросить, от первого класса до 11. Все вам покажут, все вам скажут. Это семья. Это не то, что просто обычная школа или обычный интернат, как бывает. Здесь все друг за друга. Никто не дает кому-то друг друга обидеть. Позиции Астахова – сохранить только детские дома с хорошей репутацией. Те, что занимаются полноценным развитием личности ребенка. Важно, чтобы каждый детский дом не только занимался тем, что собрал детей, накормил, обул, одел, уложил спать и отправил учиться. Этого мало. Сегодня надо воспитывать из выпускника детского дома все-таки современную, конкурентоспособную, высокоразвитую личность. Вот такие детские дома могут оставаться. И к таким директорам и таким учреждениям мы будем предъявлять повышенные требования. Они будут только эти требования ужесточаться. Раз вы остаетесь работать с ребенком, то будете добры работать на полную отдачу. На все 100%, все 24 часа в сутки. После каждой поездки Астахова в регионе появляются нормативные документы по работе того или иного детского учреждения. В ходе нашей беседы он справедливо поднял ряд вопросов, которые сегодня в регионе не решены. Абсолютно поддерживаю позицию с тем, что все-таки основой должна быть передача детей в семью. Потому что никакие усилия государства, семью ни в каком виде до конца заменить не могут. В этот раз уполномоченный призвал особое внимание обратить на повышение показателя детского травматизма. И обещал отправить письмо в областное ГИБДД с просьбой разработать действенные программы безопасного дорожного движения для несовершеннолетних. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.